господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешную номер 216 события дня 2 фессалоникийцам 310 если кто не хочет трудиться тот и не ешь за 15 или 16 года но дальше сами посмотрите величайший обман столетия всю православную церковь сумели обмануть и практически настоящих выступлений чтобы вот так вот разбор как сейчас вот этого пришельца из израиля и сша не было весь эфир наполненный обман поймали на дезинформации разоблачили правоохранительные органы психиатрические диагнозы внимание липой профессор шарлатан просто нет таких материалов чтобы человек столько как говорят мозги пудрил а почему он борется против сект сектовед и оказалось должности такой нету и специальности такой нет ничего нет и вот развитие это пошло самым ложным путем миссионерские отделы откуда кто их придумал как их можно образовать конкретно вот сидят люди давайте создадим мы какой-то отдельно поэтическая рубрика можно человек имеет таланту другой здесь таланта мало чтобы миссионером быть нужны тысячи талантов ну разве бывают люди с тысячи талантов ян златоуз говорит а дальше то они только тянут тому что надо помочить крестить то не хотят папы обманывают самые настоящие волки лютые люди приходят креститься ну батюшка то знает главное привязать к себе библи нулевое минусовой авторитет святых отцов не знают кануны попраны жируют работать не хотят кто не хочет трудиться то ты не ешь вот десятина то и нету где десятина там работают десятина определяет работает ли священник или с тарелкой ходит раз пройдут второй третий были мы храма где четыре раза ходят и обязательно на исповедь идет свечки купить а свечки ставится большая корзина в него я в храме работал потом эти свечки сотни свечек обратно несут перепродают жулики самые стопроцентные жулики и люди ничего не знают и где эти люди теперь оказались не крещеные что обстановка не позволяет какая обстановка купели есть не крестят даже в купель заводит воды не нальет а нам советская вазь не разрешала добрете вы не разрешала баптисты адвентисты и яговисты там все крестили полное старообрядцы все полное кроме православных почему самом основании ложь самом зародыше ложь и поэтому только то что подчиняется под ними вот это признают любые беззакония там архимандрит делает блуде еще это известно гомосексуалисты лишь бы деньги платил поэтому говорить о пощаде а помилование не приводится мера достигнута и рано или поздно сорвется ничего не останется и вот здесь сегодня только об во вчерашнем дне сказать 10 июля была вот такой ролик попытка смакетировать возможную атаку роспотребнадзора 10 а уже вчера в пятницу по алтайскому времени в 17 30 уже приезжала машина я никого не видел приезжала машина с милицией вот уже все и прошло все так как здесь написано так лагеря никому там не было был один только человек который все снимал и одна там женщина все недовольная была говорит что я разрешение не спрашивали меня снимать насчет спрашивать и на мою территорию зашла и снимать тебя нельзя написано идет видеосъемка сама ходите здесь снимает начальник пузатый милиционер слова пузатый ну как-то не литературно вроде звучит и нургалеев министр внутренних дел издал приказ уволить всех этих пузачей они не работают если бы он бегал за преступниками ловил как шарлок холмс почему тот не был пузатый и артиста такого насилия его нашли василия ливанова а это пузатый прям как вот беременный приезжает один-другой брюхо вываливается нило куда побежит то работает их вызывает работать вообще никому работать потому что работать это очень трудно живые мы или нет лица каждый день нас проверяла полиция теперь называется как дела спросят все культурно а тут приехали никого нигде нету сами заходят везде фотографируют и чем уезжают конечно им обидно на лагерь то что прошло столько времени остается две недели практически две недели счету спрашивать сегодня 16 а 2 закрывается закрывается лагерь до 30 еще тут будут люди 19 детей и вот вчера с утра уже дождик пошел прямо как вот сито каждую струйку видать так такой дождь интересная пасмурно и на таком фоне и прямо как вот сито сеет обычно дождя не видать падает и все ну а вот игорь барабаш вчера терентия нет болеется это со спиной и попросил его вывести нам с южного длинные слеги на лагерный пруд мы не знаем еще как тут залепить посредине сток воды а чтобы поднять воду нужно везде все замазать чтобы плотина была сплошная спуск был один у нас два спуска новый повыше сделали а старый если старый то все забирает на себя прорывает где вот будем думать как это сделать опять совет держать нанимать технику так-то бы были бы если средства то нанять нужно было бы два бульдозера легче заправлять тогда большая работа большая но это входит в план потому что не какая-то идет реставрация восстановление запущенного инфраструктуры дороги столбы ставили самим увозили поднимали представьте с пасынком с бетоном тяжеленные и там мужиков человек десять поднимает этот столб выкопать надо как глубоко ну то есть и очень все непросто и однако дело идет и и вот вчера то что мы пытались макетировать если бы они смотрели они бы ну как-то изменили тактику нет а тут уже понятно шаблон шаблон закрыть и прочее и все вроде меня спрашивали хотели со мной повидаться а меня и нету я совершенно в другом месте был я работаю вот утром может сейчас так проведу вот этот просмотр интернет это и уже на работу и еще до завтрака наши уже работают 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 не просто так восстановить пруд все заросшие убрать деревья вывести кустарника столько и все это надо нести паут заедает жара никто жару не выдерживает невозможно просто где-то такое испарение идет делать надо надо сделать чтобы здесь было озеро и она будет потому что за нас люди молятся мы просим господа владыку но против нас лютует сегодня страшное богохульство на мои ролики кинули просто ужасно и кажется никогда таких не было против христа говорить даже страшно и все это струнули попы этого не было они струнули это их прихожане прихожане безбожники богохульники ужасное почему поп сказал а то его и они хватают я встречался с такими были раскаяния были падали хватали за ноги прости мы не знали знают заранее шоу лжесвидетельство и господь их сметает как мусор этих попов у нас тут было и вот их трое собрались и в фильме все трое против меня никого нету никого и до моего возраста никто не дожил а уж там сыр в масле купались я по тюрьмам шел а они по заграницам ездили но у бога то все вымерено посмотрите сколько волков жил лихачев сложеницын которые терпели страдания и бог дал жизни больше чем их гонителям гонители-то но мало кто да и за них кто и молится-то за гонителей вот и он вывез вчера следе часть дров один рейс и сделал только разгрузили опять дождик и целый день смотрят фильм смотрели фильм апостол евгений миронов там играет главную роль в содержании можно узнать дети и вот подыскивается интересно как что-то не так особенно меня тронуло упала покрышка с кастрюли и эмаль отбита альмальта снаружи отбитая там кромочка все заменить купить разделочные доски есть все нормально нет ни с того дерева надо твердого начинается ну все абсолютно надуманное ничего за нами нет а что нет это доказательство какое я вчера там трух морков ну у елены было много она дала такой которые часто насажены это она она мелкая там толь шипальчика где-то мы сестры ее отшоркали там обрезали а дети уже у дверей стоят им же интересно загадка что морковку будете будем я вытащил раздал раз другой пока другим раздавить эти уже изжевали съели и все ничего не досталось нету я тру огурцы неонела александровна глушкова дала редьки а я редьки и стер редьку знаете что такое дети знают будете будем стоят на его я на кухне они вот даже рядом но на порог нельзя наступать открываю все смеются все это засняли дальше позже будет вот с редькой скажи даже не морщица едят но она разведенная мелко-мелко натертый огурец вот съели морковь теперь огурец с редькой интересно где-то за одной ложки то вот я к чему рассказываю привязываться будут то есть одной ложки ну и что за доме какая разница из одной чашки своими ложками одно и то же у нас всегда ели за одной чашки в заразных у нас нету все и гигиеница написано нельзя опасно как из одной ложки там они редьку съели ну глупости глупости то есть не работает поэтому и пузатое такое начальство ничего не делает они к нам едут они мы к ним они нам хоть сегодня исчезнем все это мы исчезнем у них работы не будет они с голоду помрут лагеря закрывает там беркут какой-то и дверь не так открывается откроет вам господь дверь поваритесь туда все у бога все вымерено мера достигнет и оборвется 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 очень и очень больно и эти и органы все эти потребнодзор там разное это исчезнут как мошкара судный день то есть холод ударит и ничего не будет вот я дальше вытаскиваю а сотовый мед будем будем опять всем подал дал несколько раз сотовый мед такой с хлебиной только сказал на гречне вы будете тут же стоят все ребятишки уже столпились какая у нас жизнь то смотреть и то тебе сладко на душе нет уничтожить надо тимофей вчера говорит подъезжает к москве сегодня не дожимать отец приезжал незачем прокуратура это не ребенка никто ничего не отнял тимофей веселый говорит ну больше время спит в поезде то что там духота ребенок всем доволен михаил благодарит его отец и вот отнимут его как отнимут когда суд решил ему ребенка не жене это и суд должен решать ну то есть злоба отнимает разум вот и сидор пилосиот говорит предвзятость предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум почему якоб говорит мудрость выше беспристрастно и не лицемерно без пристрастия надо ничего этого нет вот события одного дня только один день какой он интересный я сижу вечером уже темняется ну обычно что-то схожу две голубятни слазил накормить голубей надо у меня тут кошка катилась с котятами разобраться еще две-три кошки в коридоре там в сенках мышей ловят я не то что кошатень какой-то и собачку накормить это моя обязанность знаете все это весело они все жмутся трутся около тебя ласкаются дети выходят собачки комариков сгоняют ну просто надо увидеть это вот это любовь любовь божия во всем их животным к людям это в детях и они это видят вот я прихожу только там хором кричат здравствуйте Игнатий Тихонович бегут со всех сторон плохо то с ними было бы обращались еще бы было как оно было дети такую дали ехали в основном отток будет 30-го 30-го на первое в это время увозить будут ну вот и считаю 16-го ровно две недели осталось и властям нужно сейчас все успеть за две недели они торопятся штраф наложить на меня какой штраф пенсия бомжа 6523 а почему такая маленькая повторяю мне нигде не давали работать нигде Венс был Евгений майор Железнодорожный отдел милиции города Барнаула он устраивал всех которые освобождались со мной ходит устроить не может он руками развалит что такое вот в одном месте принялись сказали во вторую смену во вторую смену трудовая у меня безукоризненная трудовая чистая не пьяница ничего начальник кричит со второго этажа иди сюда баптист и трудовую мне в окно вышвырнул трудовую в окно ну спросите вот я говорю когда ну что дворкину выбросили трудовую в окно и вот начальник идет меня везде отказ то не надо то есть что врут не надо и он ничего больше не придумал значит будешь работать у нас может быть и заранее он знал и в Железнодорожном отделе милиции а там был политоотдел Уласов Виктор Сергеевич хороший человек вот понимаете ну зачем думаешь ты туда поступил ну хороший потом он будет полномочный представитель президента Российской Федерации Полтайскому краю ну раньше они как-то по другому назывались вот и он устроил так что каждый месяц собирались все офицеры Железнодорожного района и я перед ними проводил занятия божественные и евангельские вот как Бог делает то вот таких добрых людей ну добрый просто ему христианином быть а может быть тайный христианин был называю я не боюсь называть он кажется майор был ну представьте стал кто представитель президента по краю с ним знались федеральный инспектор стали звать сейчас как-то еще по другому Уласов Виктор Сергеевич так помнится звать его было лицо такое ласковое может быть он другое где-то бывает но мне это трудно представить я с людьми работаю мне кажется он такой и есть и вот этот жребий такой высокой должности потом без меня уже там пал на него и мне минимально вы мне отняли пенсию отняли я писал в прокуратуру у меня 35 лет стажа 35 лет пенсии достаточно а что я работал на корабле в Латвии то в других странах там еще теперь не найдешь нигде нету то расформировано то где я махну рукой и что вот удивительно я разговариваю так в среднем если беру за год вот сколько это бывает помогают люди и я не бедствую у меня все есть то кто-то там хлеб пекут мне есть то смотришь сестры пирожки испекли а мне больше то и не надо морковь есть только так намекну скажу лук кончился у меня все завтра одна вторая третья несет хотя свое есть это Бог так делает я посчитал которые получают много 15 тысяч но на 10 тысяч ну и в год получается что они получают больше меня на 120 тысяч вопросов даже нет никаких я на пруд только прошлое году положил на дорогу больше полмиллиона полмиллиона а если 100 тысяч там это ему надо 5 лет чтобы до этого добрать но ко мне ни копейки то не пристало а мне больше и не надо мне на дело нужно на дело компьютер нужно тоже купили кто купил за компьютер за интернет у меня платят спрашивается что это я на гособеспечении он Сталин говорит умер такой не только френч старый вот у меня точно такая же обстановка как наш отец умер и осталось 3 рубля не успел внуку отдать инвалид войны и десятеро детей голодно не сидел у Бога вымерено все но я никому не должен никогда не был чтобы взять в долг если мне давали на издание книг а вы сами знаете в сегодняшний издать да книги какие по 752 страницы каждая в твердом переплете и в каждой книге 64 страницы цветных фотографий прикиньте это все на мелованной бумаге фотографии на мелованной ну представьте все округление корешка ну книги мои видели какие и это я издал 38 томов на некоторые переиздал это 38 раз Господь мне подавал буквально с неба а были бы деньги да какие деньги то хватит я вот сейчас 4 книги приготовил уже года 4 назад стихи каждая книга по 800 страниц по 800 ну таких стихов то не бывает по 800 4 тома одновременно за 9 лет 3467 стихотворений каждая по 9 куплетов с эпиграфом библейским пошел это уже завалить за 2,5 миллиона ну явное дело что не издать ну и не издать я их выставил на нашем сайте на нашем сайте можно их увидеть кто пожелает я сказал можете издать и так 160 страниц в каждом цветных фотографий приготовлено наши миссионерские поездки от Владивостока порта находки до Лиссабона в Испании, Франции, Турции как были Скандинавия, Прибалтика вот за 3 года и 4-й год захватили уже север весь вот это если Господь благословит кто бы издал ну во славу Божию ну мне бы оставили хотя бы 100 если из 1000 экземпляров вот найдется человек поговорите кто издаст стихи необычные называется проповеди стихах каждое стихотворение 36 строчек и эпиграф а на страницу входит только 42 строчки да не бывает стихи пишут купле 2 стихотворения здесь буквально на все и вот что интересно у меня сохранились черновики это я их выбрасывал просто а сестра Наталья Николаевна приходит и говорит отдай их мне вот спаси у Господи вот получилось так что черновики сохранились на 3000 с лишним стихотворение и никаких помарок практически ни одного исправления ни одного но это умножьте 3400 умножьте на 36 строчек это куда потянет ну понятно что за 100 тысяч заходит строчек и ни одного поправки так от стихотворения это тоже все необычно и когда люди считают со 2 из 3 попытки доходят до глубинного смысла я сам считаю и признать их не могу одна же приезжает тут Михаил Курочкин священник брат евтихи епископа нашего и говорит а вот такое стихотворение вы знаете ну там про Самуила стихотворение хорошее такое зрелое я говорю я где-то считал кажется его ну не знаю и не знаете а газета Радонеж он открывает и написано Игнатий Лапкин ну бывает что где-то кто-то у кого-то ворует стихотворение но отказаться самому я даже это не знаю как название такому человеку слова выражения для меня настолько высоки кажется невозможно ну почему моим или кто-то под моим именем скрывается да ка зачем и это же бывает это такое что берут себе присваивают и нехорошим словом еще обзовут где-то я вот рассказываю на один день вот ребята смотрят здесь наши дети фильм где им все нравится туда пойти на экскурсию и дети там все здоровы только по телефону вчера сказали там девочка незаплетенная бросились заплетать то другое у другой там что-то что-то другое там нету давай проверять оказывается она и не открыла что у ней там смены одна другая а уже вечно заказали на месте сошьют одежду все то есть у нас все для этого есть надежда василина моя жена она шьет машинка если замерила и тоже все шили благословен господь и слава ему во веки веков аминь